Прозвучавшее накануне заявление принца Гарри с требованием, чтобы ему и его семье вопреки всем законам и правилам. Во время визитов в Великобританию предоставлялась охрана силами британской полиции, вызвала большой резонанс, как в обществе, так и в СМИ. Не прошел мимо этой темы и Пирс Морган, журналист, известный своим скептическим отношением к герцогам Сасекским. В своей колонке для издания The Sun Piers Morgan пишет, теперь в жизни есть три чугунные определенности, Кмепти Налоги и принц Гарри, ведущий себя как непорядочный заблуждающийся лицемер. Была утомительная неизбежность в том, что как раз тогда, когда королеве меньше всего было нужно, чтобы ее внук Ренегат снова начал ныть из своего калифорнийского особняка, он сделал именно это. В течение прошлого года Гарри, кажется, был рад усложнить жизнь своей 95-летней бабушки в самые трудные времена ее жизни. Когда муж королевы, принц Филипп, лежал в больнице в марте прошлого года, Гарри и его столь же самовлюбленная жена Меган выступили по телевидению. Чтобы нанести удар по монархии и назвать без каких-либо доказательств королевскую семью кучкой бессердечных расистов. И теперь, когда она оправляется от принятия того, что должно быть было невероятно трудным, но очень необходимым решением публично унизить своего среднего сына принца Эндрю из-за ужасающего скандала. Связанного с предстоящим ему судом, Гарри снова поднимает свою вечно сердитую чрезмерно привилегированную голову, чтобы втереть соль в ее сердечные раны. Его последний стон требования иметь британскую полицейскую защиту, когда он и его семья находятся в этой стране. Взбалмошный принц угрожает судебным иском, есть ли когда-нибудь время, когда он этого не делает. Если только Министерство внутренних дел не уступит и не восстановит королевскую безопасность, которой он пользовался до своего драматического переезда в Америку. Если он выполнит свою угрозу, это будет первый раз, когда какая-либо королевская особа подавала в суд на правительство ее величества, и конечно же это вызывает у королевы еще одну огромную головную боль в самое неподходящее время. Законный представитель Гарри сказал в своем заявлении, Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. С отсутствием полицейской защиты приходит слишком большой личный риск. Герцог и герцогини Сасекские самостоятельно финансируют частную охранную команду для своей семьи, но эта безопасность не может быть равна необходимой полицейской защите, требующейся во время пребывания в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться к себе домой. Какое нагромождение неискренней корыстной элитарной чепухи. Нужна на редкость железная шея, чтобы хотеть иметь право громить королевскую семью, когда вам это удобно, но также настаивать на том, чтобы наслаждаться атрибутами членства в этой семье, не выполняя никаких часто обыденных обязанностей, которые сопровождают эти атрибуты. Но с тех пор, как они покинули Великобританию, Гарри и Меган доказали, что их интересует только одно – заработать как можно больше денег, безжалостно эксплуатируя свой королевский статус. И делать это ведя себя самым смехотворно лицемерным образом. Проповедуя о сохранении окружающей среды, используя при этом частные самолеты как такси, разглагольствуя о преодолении бедности во всем мире. Одновременно щедро выбрасывая деньги на бэби-ду и постоянно блея о конфиденциальности, в то же время давая бесконечные коммерчески полезные интервью о своей личной жизни. Дошло до того, что каждый раз, когда они открывают рот, чтобы поучать нас всех о какой-то новой причине, сигнализирующей о добродетели пробуждения. Можно быть безошибочно уверенным в том, что вскоре после этого они будут раскритикованы за то, что сами делают прямо противоположное. И они вполне счастливы извергать вопиющую чиж, в процессе проигрывания пластинки своего самозваного мифа о том, что они являются крупнейшими жертвами в мире. После яростного отрицания какой-либо причастности к отталкивающей подхалимской и явно полуавторизованной книге о них «Обретение свободы» во время недавней судебной битвы Мэган с Мэйлон Сандой. Выяснилось, что она на самом деле сотрудничала с авторами книги. Экс-помощник пары по связям с общественностью Джейсон Кнау заявил в свидетельских показаниях, что книга обсуждалась на регулярной основе и непосредственно с герцогиней несколько раз лично и по электронной почте. Он сказал, что Мэган выдала ему инструкцию, которой он должен был поделиться с авторами книги, и предоставил суду электронное письмо от Гарри, в котором говорилось. «Я полностью согласен с тем, что мы должны быть в состоянии сказать, что не имеем к этому никакого отношения. Но вы должны дать им правильный контекст и предысторию, это поможет изложить все в истинном свете». Принцесса Пиноккио позже принесла извинения суду, но настаивала на том, что не помнит ни об одном из своих электронных писем, связанных с этим литературным изыском. Какая удобная амнезия для женщины, которая якобы гордится тем, что обладает отличной памятью. Этот последний юридический скандал прекрасно иллюстрирует желание Сассексов усидеть на двух стульях сразу. Они не хотят выполнять какую-либо реальную работу для королевской семьи после того, как поссорились с большинством из них из-за их постоянных публичных нападок. Они также не хотят жить в Британии, месте, которое даровало им королевские титулы. В конце концов, зачем посещать общественную ярмарку в Восточном Лондоне или открытие новой больницы в дождливом Манчестере, когда можно выпить по коктейлю сопрой в солнечной Санта-Барбаре. Но они очень хотят сохранить свой королевский статус, чтобы иметь возможность торговать своей причастностью к королевской семье в США, ни минуты не делая чего-либо, чтобы заработать право на это. И они еще более отчаянно пытаются сохранить все привилегии, которые дает королевская семья, например, полицейскую защиту, когда они находятся в Великобритании. С этим есть только одна проблема – они не имеют на это права. Только действующие члены королевской семьи, которые выполняют свои обязанности от имени британских налогоплательщиков, заслуживают такой защиты, а не беглецы, которые оставили свой долг. Гарри и Меган больше не настоящие члены королевской семьи, они просто еще одна пара голливудских знаменитостей. И как и любые другие знаменитости, они могут защитить себя, когда приезжают сюда, как и в Америке. Они, безусловно, могут себе это позволить благодаря своим огромным многомиллионным сделкам с такими компаниями, как Netflix и Spotify. Суть в следующем. Почему эти два жадных до денег Клоины должны иметь привилегии превыше тех людей, которые на самом деле живут и работают здесь? Как и многие известные общественные деятели в Великобритании, я получал неприятные угрозы. Один из таких случаев, как недавно сообщала The Sun, в настоящее время находится в стадии судебного разбирательства. Но это не дает мне права на постоянную полицейскую защиту, даже если как это сделал Гарри, я предложил бы заплатить за нее сам. Нет, если я этого хочу, мне придется нанять личную охрану и обращаться в полицию за помощью только в случае конкретного инцидента или угрозы, как и все остальные. Это то, что должны делать и Сасексы. Но Гарри так не считает, потому что каждая пора его тела источает изумляющее требование привилегий, как и у принца Эндрю. Чтобы было ясно, я не приравниваю его выходки к гораздо более серьезной ситуации его дяди, связанной со всем известными обвинениями, на которые он так позобно не ответил должным образом, просто продолжая все отрицать. Тем не менее они оба сильно навредили репутации королевской семьи своим поведением и тем самым поставили под угрозу само будущее монархии. Они также причинили тяжелые страдания королеве тогда, когда за все время ее правления она наиболее уязвима. Ее платиновый юбилей в этом году должен стать прекрасным праздником всего, что она и монархии представляют. Вместо этого теперь праздник выглядит обреченным на то, чтобы быть омраченным книгой принца конфиденциальности Гарри, которая выйдет в нынешнем году и, несомненно, будет содержать в себе много неприятных для королевской семьи моментов. А также еще более серьезной угрозой появления Эндрю в суде, когда его зловещая и, возможно, криминальная личная жизнь станет достоянием первых полос газет по всему миру на протяжении нескольких недель. Все это еще больше навредит королеве. Все это абсолютный позор. Позор тебе, Гарри и Эндрю. Там, где королева доказала, что она самая лучшая из королевской семьи, вы двое очень по-разному доказали, что вы самые худшие. Ну не хотела я писать, видит БГ, не хотела. Но это их обращение по поводу Афгана, оно везде. Не сделать заявление они не могли, ведь Гарри там служил и служил на передовой, ну и пусть под прикрытием бабушки. Да и Мэган нужно в очередной раз сообщить миру о своих страданиях. Заявление, как обычно, фарс и позерство. Кратце переведу их очередную боль, мир исключительно хрупкий. Мы чувствуем боль, многослойную боль, и у нас совершенно нет слов. Наши сердца разбиты. Мы наблюдаем гуманитарную катастрофу на Гаити. Мы остаемся напуганы из-за кризиса здравоохранения и постоянной лжи. Страдает общество и частичка каждого из нас. И хотя нам не суждено жить в состоянии страдания, мы в состоянии это принять. Легко быть бессильным, но вместе мы все преодолеем и воплотить свои жизненные ценности. Для начала призываем помочь организациям, занимающиеся критической работой. Давайте облегчим страдания тех, кого не знаем и знаем. Также призываем к помощи влиятельных людей. Это был очень краткий перевод их обращения к людям. Как справедливо заметили некоторые ведущие утренних шоу и новостей, это был салат из слов. Сасокские, как обычно, испытывают боль, страдания и призывают помочь организациям. Чем собираются помочь они, кроме как состраданием, супруги умолчали. Как обычно, много слов, а дел на три цента. Интересно, Меган предложит свое наставничество женщинам Афганистана. Уделит им 40 минут своего времени. Расскажет им о том, что они должны делать то, что любят и любить того, кого любят. Бедняги. Как им все-таки тяжело живется.